Это захват за штаны, кое-какие компетентские штаны фиг наберешь. Ну вот смотри, смотри. Ладони проваливаются на ноги, не особо кружили ноги. Но захват за штаны, перевод захвата штаны. Основание моей ладони давит ему на ноги. Они никогда не проваливаются, они достаточно четко давят. То и то, захват за штаны. Но, работают они по-разному. Вы должны оказывать воздействие на ноги, продевшие захваты. Часто же берем захват за колено и дергают ткань. Если они пытаются ткань, то надо выходить. Очень тяжело устают, ноги устроены передвигаются. Но если начать круче, как растяжки, то ноги будут уходить в сторону гораздо легче. То есть, выходите по идее, скидите за тем, как вы держите. Если у вас захваты болтаются, вы куда-то пытаетесь штанину выкинуть, это плохо. Мы должны контролировать за штаны, но при этом воздействовать четко на саму ногу. Один раз. Воздух под кимоно и тот, который выходит из автобуса. Ноги сильные, они сильнее ваших рук. Поэтому, вот эти ноги, там под него выше. Вот он напряг ноги, там колени себе подтянул. Я не в жизни буду смотреть там жестко. Я не святую его ноги вместе никогда. Я здесь... Я задолбаюсь. Не надо податься с ногами в силу. Мы более подвижно выходим на кимоно воздеваемые места. Здесь его ноги очень сильные. Но вот здесь я сильнее. То же самое касается давления. Если я давлю на его стопы, то коля вообще напрягает. Но как только я начинаю давить не на стопы, а допустим вот сюда, на этот первый бой, он будет тяжело меня передолкать. Я задолблю. То есть, частая ошибка. Вы падаете с ногами впрямую. То есть, он взял и просил, он с ногами вбился. Да вы задолбаетесь. Весьма бревенство. Выжили. Пошли. Ищите уязвимости. Не пытайтесь передолкаться. Желживцу, это неправда. Впадание в бакет. Я взял. Начал проходить. Почти прошел. И встал. Встал. Внутри сапельника. Он в этот момент устанавливает гаг. И все проходит. Делает заново. То есть, вы начали проходить. Да, тяжело. Да, дыхалочка там напрягается. Да, поддерживает. Но нельзя останавливаться. Иначе все потраченные силы вы зря. То есть, вы начали проходить. Да, вы должны сказать, да, прыгай там, что-то запутать. Перепрыгивать. Но вы не должны остановиться в этом стиле, чтобы человек просто щитился, вставил две ноги. Вы тогда зря это делаете. Не можете держать темп. Проходиться с темпом ниже, но дольше. Чем вы заверитесь на три секунды, и потом будете в ногах стоять. Потом он на вас будет забирать позицию. Еще одна важная деталь, это то, что вы недооцениваете ноги соперникам. Даете это маленькие промежутки пространства, и человек этим пользуется. Например, я прошел в сайт-контроль, но немножко поленился просто сместиться. Даже без кревец. Он просто на растяжке засует сюда колено. Вытолкни меня колено. Все. Он вас выталкивает. Создается дистанция, и куча сил потраченных зря. То есть, вы прошли, да что он мне сделает? Я в сайт-контроль. Человек всовывает кусок колена, выталкивает вас коленом, восстанавливает гад. Зря старались. Особенно обидно, если еще не прошли те самые три секунды, за которые дали бал. То есть, вы легли, пошла секунда, он всовывает колено, и пинает. Нет фиксации, нет баллов, а потом уже задолбались. Не ленитесь уходить подальше от его ног. Я и при проходе сюда ухожу, и при контроле я хочу и подальше, чтобы он меня ногами не достал. Поехали! 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 Поехали!